Знаете, что такое child-free? Нет, не знаю. Нет. Конечно. Что это такое? Как мы к ним относимся, мы относимся. Child-free? Да. Это без детей, которые, да? Да. Да, и что? Хотят их объявить экстремистами. Нужно, не нужно, как относитесь? Ну, я считаю, это странно и неприемлемо. Нет, не поддерживаю такое. Потому что я не считаю, что это обязательство каждой женщины родить. Ничего не могу ответить по этому поводу. Я первый раз слышу, мне немножко в шок такой. Признать его экстремистским? А есть такое движение, я думала, это дело лично каждого. Я не уверен, что это прям движение, есть такое понятие. Существует какая-то организация, у которой есть там центр, какое-то руководство, такого нет? Ну, как экстремистами. Хорошего в этом мало, конечно, но это желание, выбор каждого, я считаю. Вот, это так. Кто как хочет, как должен жить, а потому что экстремисты, наверное, не экстремисты, наверное, нет. Мне кажется, люди сами должны выбирать, что они хотят. Если они не хотят детей, это их право. Я думаю, что у каждого есть свое мнение на этот счет. Кто-то хочет за детей, кто-то нет. Без детей. Дети – это наши цветы, наше счастье. Ну, зачем отказываться от рождения детей? А если бы мы отказались, вас бы не было? Поддержал бы, да. Я верующий человек, и в Библии сказано, что, как бы, плодитесь, размножайтесь. И если только нет у человека на это определенного, ну, он, не знаю, там, монах пошел. Когда ты не можешь. Ну, когда ты не можешь, но ты можешь пойти взять ребенка из детдома, например. Тем самым ты сделаешь лучше, ну, всему миру, обществу и себе тоже. Ну, у нас же не все религию исповедуют. Поэтому у всех свое мировоззрение. Я не считаю, что это должно быть законом поддерживаться, что все должны родить обязательно. Я вообще против этого. Зачем заводить ребенка, если ты его не любишь, ты не можешь его содержать, как бы, нафига, он же несчастным вырастет. На детей много финансов тратится. И хочется им дать ласки и заботы, а с этим не получится из-за финансов. У каждого человека должен быть свой выбор. Если кто-то считает, что он хочет прожить для себя эту жизнь, не заводя детей, то он должен иметь на это право, я считаю. У всех могут быть разные причины. Кто-то детей не любит, кто-то просто хочет жить свободнее. Идеология child free – это эгоизм. Мне никто не нужен, я сам для себя. И лично мое мнение – это из разряда эгоизма. Когда человек говорит, я хочу, я буду вот это, но я же буду полезен для общества. Но мы были созданы для других вещей. Мы были созданы для того, чтобы возрастало новое поколение. В какой-то степени это, наверное, воспитание в семье. Если, например, в семье хорошей, в семье были рады тому, что есть дети. И, наверное, когда ты вырастаешь, ты тоже хочешь, чтобы у тебя была такая же хорошая семья. Вот и все. Если человек боится стать родителем, ему проще сказать, я алчала 3, я через это прошла. Я кричала громче всех, девчонки, меня думали, какие мужья, какие дети, никто мне не нужен никогда. Как видите, у меня вот раз, вот два. У меня двое детей, прекрасный муж. А почему вы придумали? Передумала, потому что нашла того человека, который был, ну, то есть, и повзрослела, когда перестала думать о я, обо мне и о себе. Когда мы будем циклиться на эгоизме, ну, так и будет наш мир разрушаться, будут войны, будут проходить страшные вещи. Демография в стране падает, людей нужно больше, понимаете? Понимаю, ну, кто хочет родить, пусть рожает 7-8 детей. Демография падает не потому, что люди просто не хотят, они, как правило, не могут этих детей воспитывать, содержать в силу разных причин. Возможно, определенная неуверенность в завтрашнем дне, возможно, финансовые какие-то, жилья ограничения, ну, что-то другое. Это если запретить, повлияет как-то на рождаемость или не повлияет, как думаете? Я думаю, что нет. Борьба с последствиями, а не с причинами, ну, скорее причина, что люди не рожают детей, потому что им неудобно, не знаю, экономические условия неподходящие или еще что-то. То, что людей заставят рожать, они начнут больше рожать. Что можно было бы сделать, кроме того, чтобы запретить child free? Ну, условия и так созданы для этого, чтобы, наверное, медицину поднять каким-то образом. Я считаю, что больше с медициной связано. Наверное, выплаты делать, как они называются? Да это, по-моему, и так полно пособий и выплат. Ну, наверное, надо еще больше сделать, чтобы еще больше рожали. Условия – это тоже не тот факт, скажем, что вот сейчас мы зададимся, условия, все у вас будет бесплатно, вы рожаете их кучу. Нет, нет. Нет, это тоже нет. Нет, тоже нет. Нет.